Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий Сидельников. Я C++ программист. В данном видео я хотел бы обсудить такую тему, как резюме для программиста. То есть рассмотрим какие-то советы по написанию, оформлению нашего резюме. Отвечу на вопросы популярные касательно резюме. И рассмотрим пример моего резюме, которое у меня есть, C++ разработчика. Посмотрим, обсудим его, обсудим плюсы, минусы этого резюме. Если вам интересна эта тема, оформление резюме айтишного или для программиста, то тогда вперед. Давайте начнем с рекомендаций, которые применяются при написании резюме. Первое – это краткость, относительно небольшой объем. Если мы напишем наше резюме большого объема, то, конечно, у HR, у специалиста, который рассматривает наше резюме, нет столько времени читать, чтобы наши три страницы, четыре страницы, пять страниц текста читать никто не будет. Поэтому рекомендация относительно небольшой объем. Но вот какой объем, тут рекомендации различаются. Иногда говорят, что нужно одну страницу, полторы страницы. Я вот, мне кажется, что две. Если вы специалист с большим опытом работы, вы работали в пяти разных компаниях, шести разных компаниях, то, конечно, рабочий опыт хочется показать. И в одну страницу вряд ли вы вместите свой опыт работы в одну страницу или в полторы страницы. Поэтому для опытного специалиста, мне кажется, две страницы – это нормальный вариант. Но больше трех страниц, конечно, лучше не делать. Какие-то вещи можно удалить. Какой-то опыт работы удалить из резюме, чтобы объем был менее трех страниц. Второй пункт – читабельность текста. Шрифт лучше использовать какой-нибудь обычный, традиционный, Arial, например. Или, может быть, Times New Roman. Простые шрифты используйте, не используйте какие-то с завитушками. Шрифты с завитушками использовать не стоит. Текст должен быть структурирован. Структурирован, ясная структура резюме, чтобы работодатель максимально быстро нашел интересуемую информацию, вашу текущую работу, ваше образование, ваше знание английского языка и так далее. Ваши скиллы. То есть у вашего резюме желательно должна быть ясная структура. Подразделы. Подраздел первый, подраздел образования, подраздел опыт работы, подраздел ваши софт-скиллы и так далее. Соблюдение грамматических и орфографических правил правописания. Конечно, свое резюме нужно проверить на ошибки, потому что потенциальный работодатель в том числе смотрит, как написаны слова. А если будут ошибки, то это производит, конечно, плохое впечатление на работодателя. Поэтому перед публикацией резюме его нужно проверить либо в Word, либо в онлайн-сервисах, на различных сайтах онлайн можно проверить. То есть требуется обязательная проверка резюме на ошибки. Пятый пункт. Обязательно указывайте свои контактные данные, электронный адрес, телефон. Можно указать Skype, свой для онлайн-собеседования. Также укажите предпочтительный способ общения. То есть вы предпочитаете, чтобы вам по телефону позвонили. Или предпочтительный способ общения – это e-mail, чтобы вас не беспокоили звонком. У меня, например, электронный адрес – это предпочтительный способ взаимодействия. Седьмой пункт. Простота. Keep it simple по-английски. Принцип KISS. Не усложняй. Такой принцип есть в программировании, не усложняя keep it simple. И такой же принцип мы применяем к резюме. То есть не используйте какие-то вычурные, какие-то сложные, изощренные шаблоны для резюме. Оно должно быть простым, не перегруженным. Это был седьмой принцип. Простота. И восьмой принцип – не пишите слишком много предложений, которые начинаются «я сделал», «я добился». Заменяйте их на предложения «было достигнуто», в ходе работы был получен такой-то опыт. То есть на более нейтральные предложения. Потому что если мы пишем много «я», 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 «я достиг», «я сделал», то могут подумать, что мы слишком сконцентрированы на себе, слишком эгоистичны. Это может произвести плохое впечатление на потенциального работодателя. Лучше заменять на более нейтральные предложения без слова «я». Если у вас есть какие-то свои мысли, что можно тоже порекомендовать при написании резюме, какие-то советы, пожалуйста, напишите в комментарии, что вы рекомендуете еще добавить к таким советам, к таким принципам при написании резюме или CV. Есть такое слово CV, «каррикулом витая». Оно используется в России как синоним резюме. То есть за рубежом в Америке оно немножко отличается, резюме и CV, но в России это фактически синонимы. Ответы на популярные вопросы касательно резюме. Нужна ли фотография? Если, конечно, вы работаете специалистом, который общается с людьми, какой-нибудь менеджер по продажам, или, может быть, вы работаете на ресепшене, или стойка какая-нибудь стоит в публичном месте, ваша фотография может иметь значение. Если вы топ-модель, конечно, должны быть ваши фотографии, внешний вид ваш. Но если вы глубоко технический специалист, возможно, ваша фотография не играет большого веса, поскольку вас как специалиста оценивают по вашим скиллам, по вашим компетенциям, по вашему опыту работы. Поэтому, как выглядит программист, как выглядит инженер, для работодателя особо не важно. Поэтому фотографию для технических специалистов можно опустить. Указывать ли желаемую зарплату? Иногда есть такая рекомендация, что укажите желаемую зарплату. Мне кажется, это плохой совет, и вот почему. Допустим, вы в маленьком городе ищите работу инженера и указываете зарплату 45 тысяч. Но вас нашел какой-то работодатель с Москвы, хочет пригласить работать. Он, конечно, видит вашу маленькую зарплату, и он, конечно, свое зарплатное предложение, конечно, снизит. Он не будет звать вас на какие-то огромные деньги. Он уменьшит их в пару раз, в разы уменьшит свое зарплатное предложение, потому что видит вашу маленькую зарплату. То есть, всегда можно найти какого-то работодателя, который готов платить большие деньги. Конкретная сумма мешает вам получить больше. Больше от вакансий, получить больше от нового какого-то неожиданного работодателя. Поэтому я бы рекомендовал не указывать зарплату, а с каждым конкретным работодателем общаться на эту тему. Спрашивать, есть ли зарплатная вилка, на которую вы могли бы сориентироваться. Посмотреть другие его вакансии в интернете этого работодателя. И понять, сколько вы можете запросить конкретно для этого работодателя. Возможно, сумма окажется гораздо больше, чем вы думали первоначально, когда составляли свое резюме. Честность против fake it till you make it. Конечно, свое резюме писать лучше честным образом. Правдиво указывать свои факты жизни, свой опыт работы. Но, если вы начинающий специалист, и возможно, вам придется приукрасить какие-то факты из своей рабочей биографии. Что-то убрать, какой-то опыт работы неудачный. То есть, небольшое приукрашение, оно имеет место быть. Мне кажется, это нормально. Со временем вы, возможно, свое резюме сделаете более правдивым. Но для начинающих специалистов можно что-то приукрасить. Конечно, это продажа самого себя. Резюме вы пытаетесь эффективно за большие деньги себя продать. Конечно, надо приукрашать. Как бы в некоторых моментах выглядеть красиво. Товар должен быть привлекательным. Много писать неправды, конечно, это плохо. То есть, это получается фальшивка. Но небольшое красивое описание себя, своего опыта, оно, мне кажется, допустимо. Потом, вот вопрос для программистов, для разработчиков. Следует ли добавлять ссылки на GitHub и Bitbucket, на примеры своего исходного кода? Иногда рекомендуют это делать, но такой маленький нюанс. Какая-то крупная, продвинутая компания будет смотреть на ваш исходный код и, возможно, найдет какие-то в нем недостатки. Это может произвести плохое впечатление на работодателя. Если вы, конечно, старший разработчик, старший программист, очень опытный, вы можете показать свой очень крутой код исходный. Но если вы начинающий или middle разработчик, лучший исходный код, мне кажется, не показывать. Потому что в нем могут найти недостатки, вплоть до того, что вас просто не позовут на собеседование. Просто не позовут. Поэтому, если качество кода очень высокое и вы в нем уверены, можно привести ссылку на этот репозиторий. Публичный. Он должен быть публичным. Вот. Если вы не такой уверенный программист и не такой уверенный у вас код или решение, то лучше его не показывать. Если вас попросят, вы пришлете эту ссылку. Если не попросят, вы не будете ее показывать. Теперь давайте посмотрим пример моего резюме. Во-первых, что сразу бросается в глаза, это то, что оно на английском языке. То есть, поскольку я ориентируюсь на современные айтишные компании, как правило, их HR-ы хорошо знают английский язык. И никогда у меня проблем с английским языком не было, чтобы HR-ы понимали мое резюме. В IT-профессиях HR-ы всегда понимают английский язык. Поэтому я демонстрирую свои знания английского языка через свое резюме. Если, конечно, вы ищете работу среди русских работодателей, вы, допустим, ищете работу продавца или менеджера в каком-нибудь магазине, конечно, английский вам не подойдет. Язык. Но в крупных городах, в Москве, в Петербурге, английский язык ценится. Что вы знаете? Английский. Поэтому для некоторых специальностей, особенно айтишных, можно оформлять резюме на английском. Это будет воспринято позитивно. Потом также в мое резюме начинается имя, фамилия и должность, на которой я сейчас работаю и на которую я претендую. То есть, сразу HR-рекрутер, глядя на мое резюме, сразу же видит, на какую должность я претендую. Я рекомендую так делать. То есть, если вы хотите искать работу по разным должностям, лучше составить разные резюме, чтобы не смешивать в одном резюме. У меня это резюме заточено на C++ разработку. Потом идет секция контактной информации. Я делаю предпочтительный для меня вид связи. Потом идет общая информация обо мне, мой возраст, гражданство, знания английского, права на вождение, мое текущее местоположение, где я живу. Потом идет секция образования. У меня высшее образование, диплом с отличиями, то есть красный диплом. Здесь приводится информация по образованию. И потом идет employment history, то есть история трудоустройства. Оно начинается с текущего места работы, потом предыдущее место работы. Как видите, у меня указывается время, диапазон, в который я работаю. Указывается должность моя текущая, позицион. Указывается организация, в которой я работаю, название. И потом у меня идут ответственности, за что я отвечаю, обязанности, duties, еще можно написать, обязанности рабочие и технологии, которые я использую. Стэк технологий, перечисляю, C++ 14, CMake, GDB и так далее. То есть в основном мое рабочее трудоустройство выглядит вот подобным образом. Опыты работы я привожу. Сильно подробно писать информацию про одно место работы не стоит. Сильно подробно расписывать вам зададут вопросы, если они будут. Как видите, у меня много места работы, где я работал. Может быть штук 6 мест работы. Поэтому они занимают место. Они занимают место. Мое текущее резюме это 2,5 страницы. Оно неплохо структурировано, довольно ясное, но объем превышает. Рекомендуемый превышает 2 страницы. Общие скиллы, общие компетенции мои. Законченные курсы, которые я закончил курсы в разное время. Мои сертификаты я привожу. То есть вот в принципе это и есть все мое резюме. Первое начало, серединка, опыт работы и конец, мои общие технические скиллы и пройденные курсы. Заключение по моему резюме. Главный недостаток. Объем превышает 2 листа. У меня 2,5 листа. Но у меня четкая структура, ясные заголовки. Поэтому я надеюсь, что HR специалистам понять мое резюме не трудно в нем ориентироваться. Также я не использую фотографию, не привожу, поскольку я глубоко технический специалист. И мне кажется работодателем моим не важно, не важно как я выгляжу. Для других резюме, конечно, иногда это может быть важным. Потом у меня нет секции личные качества и хобби. И чтобы не увеличивать объем, чтобы не раздувать объем, я не привожу. Если меня спросят, я расскажу. Софт-скиллы какие-то я не пишу. Если вы, допустим, руководитель, project manager, то для вас можно привести личные качества, софт-скиллы, leadership, лидерские качества и так далее. Какое-то хобби интеллектуальное у вас, игра в шахматы, например, можно привести. Если у вас резюме небольшое, меньше 2 листов. Но если резюме больше 2 листов, то лучше его не раздувать. Также мое резюме на английском языке. Если бы я искал работу среди русских компаний, русских работодателей, конечно, это может быть минусом. Если я ищу в государственных предприятиях, в государственных банках, в исследовательских институтах, в России, ориентируясь на какие-то русские старые компании, конечно, они английского могут не знать. Но поскольку я ориентируюсь на современные айтишные компании, там с английским языком все в порядке. Поэтому я демонстрирую свои знания английского через свое резюме. Вот такой анализ моего резюме. Спасибо за просмотр данного видео. Пишите свое мнение, свои комментарии к этому видео. Ставьте лайки. Я на своем канале в одном из плейлистов рассказываю про программирование, про IT-специальность, про C++ рассказываю. Если вам эта тема интересна, подписывайтесь на канал. У меня есть интересные видео на эту тему. Спасибо за просмотр. Будем на связи. Всем пока-пока.